Далее об экономике, а точнее о борьбе с коррупцией. В Якутии самыми коррумпированными являются госавтоинспекторы, врачи и учителя. Такие данные озвучили сегодня во время заседания Совета по противодействию коррупции при главе республики. О чем еще говорили узнала Александра Хлопкова. Для Якутии преодоление коррупции является одним из главных направлений государственной политики, которую четко обозначил глава республики. Сегодня на заседании Совета по противодействию коррупции Егор Борисов привел итоги социологического опроса. Главные субъекты коррупции в Якутии это автоинспекторы, медики и учителя. Что считают причиной коррупции наши люди, которые принимали участие в вопросах? Первое, конечно, это безнаказанность, абсолютно правильно подтверждает. На вторую очередь стоит жадность. Коррупция это не что иное, как использование государственных функций в частных интересах. Одной из причин коррупции, по словам экспертов, является низкая заработная плата госслужащих, а также большое количество запретительных норм и высокие полномочия распоряжаться какими-либо дефицитными благами. На всех уровнях власти понимают, что взятничество карается законом, но все же факты с участием представителей власти растут. В целом по республике самое большое количество преступлений коррупционной направленности выявлено на муниципальном уровне. Согласно мониторингу 20 муниципальных служащих совершили 60 преступлений, среди них заведующим детскими садами, причем на одного заведующего приходится 26 эпизодов. Отметим, что на днях правительство Якутии приняло проект об открытости властей, так называемый стандарт открытости, которым должны руководствоваться все чиновники. Но готовы ли органы исполнительной власти и федеральные структуры быть открытыми? Хотя и принимаются конкретные меры, но вот когда дело касается конкретного учреждения или там руководителя или какого-то там исполнителя, работника, то, конечно, там есть очень много проблем. Так что это ответственность каждого человека. Борьбу с коррупцией надо вести снизу вверх, а не наоборот. Ведь именно внизу притаилось наибольшее количество взяточников. Здесь, по мнению главы республики, очень нужна помощь гражданского общества.